на горах кавказа беседа двух старцев пустынников схемонах иларион домрачел глава 17 неодобрительный взгляд современности на иисусову молитву причины сему молитва иисусова эти два слова действительно в нынешнее время как ко многому прискорбию пришлось нам нередко видеть служат камнем преткновения и соблазна и даже что еще хуже она некоторым ненавистно услышавшись и два слова заметно человек вовсе не имеет желания говорить о ней и слышать и вообще являет намерение подавить о всем речь и заменить другое считая разговор о сей молитве не нужным не полезным а пожалуй зловредным откуда такое извращение порядка не считают нужным того без чего невозможно спастись ибо един есть ходатай богу и человеком христос иисус и нет иного имени под небесем данного человеком о нем же подобает спастись а нам деяние апостолов 4 12 и сам господь говорит никто же придет к отцу токма мною азн есть дверь без меня не можете творить и ничего же это происходит может быть по той причине по которой господь наш иисус христос был гоним преследуем и ненавидим во время своей жизни на земле священниками книжниками и фарисеями они как видно из евангелия питали к нему такую ненависть что даже не могли называть его имени и пришедших пилату говорят эль стец онный рече еще сый жив матфей 27 63 это как тогда так и теперь есть не что иное как враждебность тьмы к свету ненависть зла к добру смутное сознание своей удаленности от источника истины просто сказать сидящие во тьме и сени смертной не хотят чтоб воссиял им вечный свет незаходимого солнца правды кто имеет свое сердце искру божественного призвания тот вместе со святым апостолом петром неукоснительно скажет господи кому идем глаголы живота вечного и маши и мы видим и веруем якаты если воистину христос сын бога живого другая причина предубеждения противу иисусовой молитвы и не расположение к ней происходит от того что многие из нас неразумные прочитавших книгах святых отец о ее высоких состояниях и благодатном действии тотчас же и хотят воспроизвести в себе это состояние и употребляют разные хитрости и фокусы оскорбительные для святого дела или даже те приемы кое указаны в писаниях у святых отцел как вещественное некое пособие обращают существенное дело поставляя их главную причину в достижении иисусовой молитвы и за это свое неправодействие и вероломное покушение войти во святое святых то есть в духовно-сердечный храм свой для невещественного служения господу иисусу подвергаются так называемой монашеским языком прелести то есть обольщению вследствие неправомудрия и неправодействия третья причина поношения и уничижения высочайшего делания иисусовой молитвы есть то что между носящим имя христова есть такие личности кое хотят соединить своем сердце что конечно невозможно и свет и тьму хотят иметь в себе свет небесный и радость о душе святе и все другие плоды духовные необходимо от всей молитвы на нас изливаемые и в то же время не желают отстать от греховных своих привычек и что всего хуже упадают даже смертные грехи от этого столкновения света со тьмою происходит в их уме сильнейшая борьба которая помрачает их разум и они упадают в помешательство своего ума чем и служат соблазном и преткновением всему святейшему делу конечно не для всех но только для слабых и еще вполне не познавших всей силы сего спасительного дела а люди с плотским разумом кое читают закон божий телесно хотят видеть в этих заблуждениях причину к охуждению иисусовой молитвы не стыдно говоря что происходит сие от упражнения ею но возможно ли чтоб святейшее имя господа и иисуса которая врачует всякую болезнь и всякую язву в людях производила враждебное действие господь говорит именем моим бесы и жденут змея возьмут ащи что и смертно и спиют не вредит им на недужные руки возложат и здравы будут марк 16 17 18 видите от него всякое исцеление происходит и всяк не дух врачуется и святыня в человеке вселяется происходит же повреждение в человеке от выше указанных причин но эти два слова иисусова молитва если кому ненавистны конечно по развращению своего сердца и по его всецелому удалению от всего духовного коего бесконечный источник есть именно господь иисус христос то можно их заменить другими словами молитвенное общение с господом иисусом христом сердечное единение с ним молитва ко господу иисусу христу помимо господа иисуса нет входа в небесное царствие нет возможности прийти к отцу небесному нет средства к соединению с трипостасным божеством одним словом нет возможности спастись а нам все святые угодники имели господа иисуса сердце своем и питали к нему полную и всецелую любовь обильно изливаемую от приискреннего с ним общения а его всесильную помощь удобно могли совершать всякую добродетель ибо он бывает для нас все и ежи хотите и деяти в жизни священномученика игнатия богоносца епископа антиохийского пишется что когда воины вели его в рим на смертную за христа казнь то он непрерывно произносил устами имя господа иисуса христа они спросили его чего ради он произносит сие имя священномученик ответил как сие имя написано у него в сердце то и произносит он его устами своими и вот когда по растерзание его зверями остались смотрением божием цельными где белые кости его и сердце мучители вспомнили слова его и сказали посмотрим как он говорил что у него в сердце написано имя христа иисуса разрезали сердце и там нашли золотыми буквами написанные слова иисус христос без сомнения по этому же самому и все святые отцы именуются богоносными что в сердцах своих носили имя божие господа иисуса христа не видится излишним еще сказать здесь об одном неправильном действию производстве иисусовой молитвы в которой упадают по незнанию многие ревнители сего божественного дела как пришлось нам иногда встречать и видеть читая в святоотеческом писании о сердечной иисусовой молитве превыше естественную похвалу для точного выражения которые даже и слов нет на нашем языке ревнители сего святого дела но не по разуму забывая закон постепенности необходимо нужный если и во всяком деле то тем более здесь в духовном упражнении хотят в раз не продолжая времени войти в сердечный храм для предстояния богу лицем к лицу и для духовного ему служения что есть достояние преуспевших для этого они обыкновенно направляют ум к сердцу и нажимают на него давлением ума думая этим способом раскрыть сердце чтобы войти туда и узреть там божие жилища так как святой исаак сирский говорит что дверь к небу находится внутри нас именно в сердце и другой некто из бога мудрых говорит подобное врата к небесам если можно так выразиться находятся внутри нас именно в нашем сердце сердце есть престол ума на коем восседает господь она открывается перстом божиим и туда входит наш ум как первосвященник или архиерей или же как просто священник для духовного служения господу но си неразумные хотят сами собою восхитить это божественное священодейство напором ума на сердце от этого происходит давление на кровь около сердца она согревается слышимая теплота которая мнится неопытному молитвеннику быть и действом благодатным он еще более нажимает умом на это место и теплота проторгая жилы падает на низ где и происходит ощущение плотского движения это и есть одно из самых неправильных действий занятия иисусовую молитвою епископ игнатий брянчанинов тоже как встречавший таковых осем пишет он даже просит и молит братью не искать преждевременно сердечного места а довольствоваться молитву покаяния ограждая себя смирением послушанием самоукорением во время производства иисусовой молитвы и слова молитвы господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного всего лучше держать в грудной полости голова 18 извлечение из книги старца паисия величковского в котором особенно показано превосходство иисусовой молитвы пред псалмопением в конце же всего украсим все сие наше о молитве иисусовой посильное разъяснение словами святых отец из книги старца паисия величковского явственно показующими и я превосходство пред псалмопевцем совершенную и я необходимость для нас деле духовного преуспеяния и спасения и я высоту и совершенства где в особенности показано различие молитвы и псалмопения они нам святые отцы все чания о умном делане повелевают иметь и мало зелопения приемлющих час уныния часы бо рекут и песни церковная суть предания всем вообще христианам они безмолвствовать и хотящим мнозе убой не ведущие искуса умному деланию погрешают правого разума мнящие яка единых бесстрастных и святых мужей сие бедело и отсюда держащиеся по внешнему обычаю единого псалмопения тропарей же и канонов предпочитают на едином внешнем своем молении и не разумеют всего яка таковое песненное моление за немощь и младенчество ума нашего придаша нам отцы на время я когда помалу обучающийся восходим на степень умного делания а не до кончины на том прибудем григорий синаид глава 19 вообще же нужно сказать что как для приобретения молитвы так и для того чтобы все наше внутреннее настроение было угодно богу и привлекало на нас его благословенные взоры нужно поставить себя в образ мыслей самого уничиженного свойства считать себя пылью и прахом по примеру патриарха авраама и праведного иова всякого человека почитать лучшим себя сознавая что в нем имеет присутствие всевышний и поэтому как я могу сказать ему или сделать что-либо неприятное и тем оскорбить бога в нем пребывающего а по отношению к себе нужно всегда иметь сокрушенное плачущее и болезнущее о грехах своих сердце которое бог не уничижит всегда пребывать покаянных чувствах и ожидать исхода в будущую жизнь который конечно и не замедлит глава 19 о душе человеческой и о силах и я заимствованная большую частью из учения о всем предмете святых отец изречения высокие и многополезные о самопознании в чем состоит сходство нашей души с богом вопрос нельзя ли душу это бессмертное существо наше разумную простую чуждую материальности и всякой сложности частей поставить как бы на ладонь и невидимую рассмотреть видимо телесными очами потому что как известно нет ничего столь полезного человеку как познать самого себя познавший себя познал бога ответ хотя это и подлежит ученым людям и они действительно изложили подробное исследование о душе человеческой в особой науке названной ими психология то есть слово о душе с греческого психи означает душа алого слова но возможно полное познание душе и я свойствах и качество облегчает производство и содействует достижению умно сердечной иисусовой молитвы которая по учению святых отец есть источник всех благ духовных вообще познание я возвышает человека над миром материи и животную жизнью и устремляет его высшую область духовного бытия впрочем можно сказать что хорошо всякому знать душу и просто для личного интереса и вот ввиду этого предлагаются здесь свидетельства святых отцел их взгляды и правдивые мнения о душе человеческой весьма драгоценные для всякого кто имеет ревность проникать в я таинственную глубину сокрытую от тех людей кое не имеют а 7 особенной и преимущественной заботы и прилежания святый иоанн златоуст говорил она есть сущность бессмертная настолько превосходнее тело насколько прилично бестелесному быть превосходнее тело разумное духовное существо быстро движимое непрестанно находящиеся в деятельности дрожайшие всего мира без примерной и неописанной красоты имеющие средства с небесным отнюдь впрочем не божеского естества но сродная небесным и бесплотным существам святой григорий богослов учил она есть существо умосозерцаемая вечно пребывающие образы дыхания всемогущего бога частица божественного конечно не в собственном значении сего слова струя невидимого божества и бесконечного света божественный и неугасимый свет заключенный в пещере в теле святой макарий великий смотрел на душу как на творение умное величественное дивное образ и подобие божие имеющие беспримерно близкое родство с богом без малейшего прочим общения между их существами наделенная всеми совершенствами свойственными духу и по чрезвычайной тонкости своей удободвижная быстролетная неутомимая святой афанасий великий писал что душа есть сущность умственная бестелесная бессмертная по природе своей удободвижная святой ефрем сирин говорил что душа наша есть прекраснейшая и преимущественная при всеми творениями любимейшая богом творения запечатленная тайной благости и премудрости его знай говорил святой кирилл иерусалимский что душа твоя свободна и есть превосходнейшее божие дело созданная по образу создавшего что она бессмертна есть существо живое разумное святой дионисий ариопагит смотрел на душу как на соединенную с телом часть человека занимающую высшую степень бытия святой иустин любил представлять душу человеческую как отдельную от тела самостоятельную и высшую его сущность невидимую духовную живую и самодвижную одаренную умом высшим святой ириней раскрывал понятие о душе человека как от человекообразной части его субстанции наделенной жизнью быстродвижной четвертом веке антоний великий изъяснял что душа человеческая есть существо возвышающая его над всеми существами растущими и живущими находящиеся в беспрестанном движении божественное бессмертное дыхание божие соединенное с телом святой василий великий писал душа которую живем существо тайное и духовное не имеющие нужды ни в чем обременяющим святой григорий низкий душа есть сущность рожденная сущность живая умственная масса бою сообщающие органическому и чувственному телу силу жизненную и способность воспринимать чувственное доколе соприсутствует природа способная к принятию того пелосиот называя душу превосходнейшую лучшую частью человека объяснял то же время что душа хотя разумно и бессмертно но она не единосущно божественной и безначальной природе напротив различествует от ней столько сколько тварь должна быть отлично от бога и блаженный феодорит изъяснял что душа существо простое одаренная разумом и бессмертное имеющие в известных состояниях и действиях сходство с богом не божеской прочим природы святой максим исповедник писал душа сущность бестелесная разумная обитающая в теле виновница жизни святой дамаскин душа есть сущность живая простая и бестелесная телесными очами по своей природе невидимая бессмертная словесно разумная и умственная безвидная действующая посредством органического тела сообщающая ему жизнь возрастания чувства и силу рождения сущность свободная одаренная способностью хотеть и действовать изменяемая в воле святой димитрий ростовский душа и я же не видим что есть как у о ней мним и мать ли некую красоту но вопросим первое что есть душа отвечает дамаскин святые философски душа есть дух умный всегда живущий движущийся к доброй и злой воле удобен отвечает и августин блаженный богословский душа есть существо созданная невидимая разумная бестелесная богоподобнейшая образ имущая создателя своего и наконец душа есть одаренная богоподобным бытием и могущими утратить и сохранить свое богоподобие способностями жизни половина его духовно-телесного существа человеческая душа есть ближайшая сокровищница дивных даров явлений тайн без познания этих духовных драгоценностей с одним только простым знанием их человек есть только страшных а не обладатель имея только верное познание своей души человек уразумевает цену и назначение всех окружающих его вещей и воодушевляется предчувствием и надеждой вечной и блаженной жизнью боги познаваясь что прекрасный образ души нашей есть только слабое мерцание высочайшей славы божией мы живейшим образом возбуждаемся приближаться к нему подражанием его совершенством стремится к соединению с ним находя тот же отблеск естества божеского и в ближних наших мы эту любовь богу переносим и на них познавая свою высокую природу мы научаемся уважать себя возвышаться над всем чувственным устремлять свой дух горе болезновать о своем несовершенстве и нечистоте деятельно очищать в себе образ божий помраченный страстями и таким образом обретать в себе бога разум стремится познавать бога сердце ищет исполняться ощущением его в себе воля хочет более и более достигать его но бог необъятен не ощутим и недостижим в существе своем к этому нужен посредствующий член для достижения это есть мир как откровение совершенств божиих познание бога из мира составляет истину отражение совершенств его в мире есть красота осуществление цели в мире есть добро дух в существе своем заключает в себе сие три способности но чтобы познавать бога из мира как истину любить как красоту достигать его как добро потребно некоторое снишествие творца к духу в ответ его восходящему влечению дабы он мог находить бога но бог по вездесущую сообщает духу человеческому во глубине его все это таким образом восходящее влечение твари и нисходящая любовь творца в духе человеческом встречаются между собою под владычеством духа и к земле обращенные способности общее у нас животными получают высшее направление и духовную цель самочувствие обращается в самопознание и растительные отправления принимают направление господствующего стремления к богу начало жизни образует организм обращенный не к земле но к небу и все телесные органы получают другой вид и таким образом человек всем существом своим представляет творение стремящиеся к небу но и взаимно божиим впечатлением истине красоте и добру не предназначено оставаться только в духе но через него переходить силу души а через них глубины тела животные навсегда осуждены проведением на наклонное положение к земле этим самым уже ясно показывают что ничего общего не имеют с небом между тем человек это небесное по своему происхождению существо непрестанно стремится как чему-то себе родственному к верховному своему началу богу ищая с ним единение на что отчасти указывает и самое возвышенное и прямое положение его тело а также обращенный вверх к небу его взор все твари далеки от бога и ничего с ним не имеют общего дух человеческий как дыхание божие как отблеск божия света составляет нечто с ним единое близкая и родственная из всех наук величайшая наука познать самого себя кто познал самого себя тот уведает бога потому и великий моисей представляя 7 ясное изречение говорит часто в нем ли себе познай себя подобно сему и антони великий учит кто знает самого себя тот знает бога мы должны прежде всего познать самих себя кто имеет правильное понятие о самом себе тот имеет правильное понятие о тварях которые бог произвел из ничего тот знает также и достоинство умного и бессмертного духа человеческого кто знает самого себя тот знает что душа человеческая бессмертно что господь наш иисус христос есть истинный образ бога отца что по подобию всего вечного образа божия сотворены все разумные духовные существа никто не может познать бога не познавший прежде самого себя повторяет за великим антонием великий афанасий тогда только душа истинной познает себя когда то самое высочайшее добро коего она всеми силами жаждет но коего только некоторый образ уловляет в туслом зерцале чувственного бытия само к ней не сходит и приемлет ее в желанное вечное единение с собою по словам василия великого точное наблюдение самого себя дает точное руководство и к познанию бога ибо если в нем лишь себе ты не будешь иметь нужды искать следов заждителя в устройстве вселенной но в себе самом как бы в малом каком-то мире усмотришь великую премудрость своего создателя человек именно душа его есть смысл и цель всего видимого творения все разразненные природе творения в нем приходят во взаимный союз и в нем достигают своего назначения человек до тех пор не уразумеет природы пока не познает себя ибо он сам есть смысл где я а пока он не познает себя в природе до тех пор не может увидеть природе и отражений божественных совершенств ибо он сам носит себе только образ божий сие знания есть душеполезная святые афанасий говорит к познанию и точному уразумению истины имеем нужду ни в ком другом а только в себе самих путь к богу не так далек от нас как превыше всего сам бог он не вне нас но в нас самих и начало всего может быть нами найдено как и моисей учил говоря глагол веры в сердце твоем есть послание кремлянам 10 8 второзакония 30 14 и спаситель давая разуметь и подтверждая то же самое сказал царствие божие внутрь вас есть лука 17 21 внутри же себя имея веру и царствие божие можем вскоре узреть и уразуметь царя вселенной да не отговариваются служащие идолом они богу и никто другой да не обольщает сам себя будто бы нет у них такого пути все мы вступили на путь сей и всем он открыт хотя и не все им идут а если кто спросит что же это за путь отвечаю душа каждого и в ней ум потому что одним умом может быть созерцаем и уразумеваем бог познание себя должно быть в двух отношений первое со стороны богоподобия нашего то есть отражение в нас совершенств божиих из бесплотности говорит святой василий великий находящийся в тебе души уразумевай что и бог бесплотен знает что он не ограничен местом потому что и твой ум не имеет особенного пребывания в каком-либо месте находится же вместе по причине соединения с телом веру и что бог невидим познал собственную свою душу потому что и она непостижимо телесными очами она не имеет ни цвета ни вида не объем лица какую-либо телесную чертую и узнается только по действиям а другое познание должно состоять познание своего падения то есть своего наличного состояния в коем находимся мы все и это есть глубокое сознание своей порчи и извращенности всех своих сил душевных и телесных по которому пролежит нам помышление на зло от юности нашей есть чувство крайнего бессилия в дело недобра живое ощущение решительной невозможности собственными силами истребить живущий в нас грех занимающий в нашей душе преобладающую наклонность а отсюда естественно должно возникнуть нас чувство крайней нужды высшей помощи понуждающие нас просить онную непрестанную ко господу иисусу христу молитвою что и дает возможность духовного с ним общения и сердечного единения в чем собственно и состоит наше возрождение здесь подаются нам благодатные силы к деланию добра коими и приобретаем себе вечный живот пожалуй не будет излишним показать различие какое находится между познаниями рассудочным и сердечным познание рассудочное или мозговое состоит в образах вещей и потому есть мертвое иначе в мысленном только представлении познаваемого предмета в мысли воображении и процесс действия познавания производится переменную мысли о нем перестановку их и все это в уме тогда как самый предмет находясь вдали пребывает неприкосновенным к этой работе всецело и я чуждым а потому и неведомым познание сия по всему внешне одно с другим не соприкосновенное ум познающий пребывают своем месте а вещи познаваемые отстоят вдали от него и ему неприкосновенны не таково познание сердечное оно в чувствах производимых самыми предметами все существующие на свете чувственные предметы непосредственно подлежат действию наших внешних чувств быть и есть их предметов познается так что мы или видим предмет или осязаем его руками или вкушаем или слышим его запах обонянием или слухом и прочими чувствами что какому чувству подлежит тут рассудок или мышление не требуется потому что познание предмета есть непосредственное действие на чувство наше коему оно подлежит познание сие можно применить и к духовному в духе нашим есть тоже своего рода чувство которое воспринимает впечатление или же действия на него духовных предметов из высшей области она непосредственно к ним прикасаясь воспринимает себе их действия и познает их существенно потому что для живого познания требуется чтоб силы познаваемого предмета усваивались духом познающего человека так и познание о боге не может быть истинным и удовлетворенным из одних познаний разума это внешнее но истинное познание есть внутреннее есть объятие бога всем нашим внутренним существом умом волею и чувством есть единение в котором дух наш прикасаясь к богу усвояет силы его проникается ими и бывает по учению макария великого едино с ним растворение без сомнения это и есть то самое о чем говорит пророк вкусите и видите якоб благ господь в этом единении наш дух как бы облекается у божественную силу и приемлет живое богообщение в котором уже бог есть в нас он тогда правит нашим умом волею чувством когда душа слагает себя всю излившуюся на нее скверну греха и соблюдает в себе один чистый образ чему и быть следует тогда она с его просветлением как в зеркале созерцает в нем очень образ слова а в слове у разумевает и отца не превышает ли нашу возможность зрить бога а также не вышли наших сил иметь всем случае чистоту сердца на сей вопрос святой отец отвечает нет потому что не повелевает бог стать птицами тем кого не оперил и жить под водою тем кому дал жизнь на суше не упадаю безнадежность полагая что невозможно увидеть желаемое ибо в тебе самом вместимая для тебя мера постижения бога который так тебя создал изначало осуществил в естестве твоем такое благо так как он в составе твоем отпечатлел подобие благ собственного своего естества как будто на каком воски напечатлевши разное изображение посему кто видит себя тот в себе видит и вожделеваемое ибо как те которые видят солнце в зеркале хотя и не устремляют взора на самое небо однако же усматривают солнце в сияние зеркало не меньше тех которые смотрят на самый круг солнца так и вы говорит господь хотя и не имеете силу смотреть света но если возвратитесь к той благодати образа какая сообщена была вам в начале то в себе найдете искомое но как же мы можем познавая себя познавать бога не иначе как по сравнению образа с первообразом души нашей с богом но в чем это сравнение и сходство аналогия во первых в том как бог есть дух и отец духов и душа наша тоже есть дух но только сотворенные ограничены а бог есть дух самобытный и бесконечный следовательно между образом и первообразом расстояние бесконечное первая черта сходства человека с богом вообще есть его самостоятельное личное бытие человек есть лицо а не вид только своего рода как прочие твари каждая неделимая в человеческом роде а равно так сказать целому роду ибо каждый человек сознает себя самостоятельным носит в себе идеал человеческой жизни живет не для рода только но и для себя и не исчезает вроде как волна в море или животное породе как личное существо он бессмертен лично в этом собственно есть отражение вечности божией или вечного я творца и владыки всего на этом то основании в истории создания человека богоподобие его тесно соединяется с назначением его обладать землею вторая черта образа божия состоит частнее в духовных силах или способностях его понимать истину любить и творить добро и стремится к богу как источнику всякой истины и добра человек кроме животной жизни имеет духовную душу одинаковой природы с духами бесплотными имеет разум то есть способность стремиться к истине и познанию высших законов бытия один он на земле имеет самосознание то есть способность делать себя предметом изучения и исследования и он один из всех земных тварей есть существо нравственного и по природе религиозное такие явления духовной жизни человека суть конечно выражение особенного духовного начала в нем духа которого не имеет ни одно из животных и свидетельствует о том что человек по душе своей есть действительно особенное исключительное создание божие на земле есть член высшего духовного мира так как и следа нет подобных явлений психической жизни животных религиозность самопознание и нравственность с коренными законами их развития в беспредельность суть отличительные явления нашего духа выражают самую сущность нашей духовной природы и составляют совершенную противоположность всему что представляют нам самое высшее явление жизни животных дух наш предназначен для высшего беспредельного развития в вечности если обратить внимание на природу души человеческой на ее силы и способности то нельзя не видеть в них некоторого подобия человека богу как бог есть чистейший и совершеннейший дух так и душа наша есть существо духовное нечто подобное беспредельным свойствам и совершенством божием представляют также главные силы и способности души человеческой разум воля и чувства так богу свойственно беспредельное знание всеведение и премудрость и человек при помощи своего разума может приобретать знания предметах имеющих к нему отношения бог есть существо всеблагое и любвеобильное и человек имеет своем сердце способность любить иметь возможность уподобляться богу чувствами духовной любви к своим ближним и стремиться к нему святыми своими желаниями бог есть существо все свободное и независимое в своих действиях и человеку дана известная доля свободы на упадшем человеке это жалкие останки образа божия он отражается в нем как солнце в разбитом стекле главное назначение человека состоит том что он через постепенное раскрытие образования сил и способностей своих должен более и более уподобляться богу и приближаться к нему созерцание изучения природы должно приближаться к нему созерцание изучения природы должно способствовать ему в деле духовного образования но в себе самом своих собственных духовно-нравственных законах стремлениях и чаяниях он может и должен находить еще большее побуждение и большую возможность к самоусовершенствованию он создан с любовью к истине добру и красоте ум его ищет высшего и высшего и высшего знания совесть требует больше и большей чистоты нравственной сердце желает нескончаемого блаженства он весь так сказать обращен к богу который один есть сущая истина высочайшее добро и вечная красота посему и вся задача его приближение к богу бога уподобления задача исполнения которой начинаясь во времени должно продолжаться вечно вот по учению самого спасителя мера духовного самоусовершенствования человека как главного назначения его мера безмерная до которой дойти недостаточно не только времени но и вечности но не может быть более верного лучшего и действительнейшего познания своей души и всех ее свойств и качеств чем то кое бывает в опыте от действий производства умно-сердечной молитвы именно когда в практике верно и правильно увидится самое действие или участие каждой внутренней силы в деле духовного производства и это наше мнение можно подтвердить свидетельством священного писания живо слово божие и действительно некоторые святые отцы здесь под словом божием разумеют ипостасное слово божие сына божия она проходит до разделения души же и духа членов же и мозгов и судительно по мышлением и мыслям сердечным послание к евреям 412 апостол павел и это есть то когда господь наш иисус христос благоволит милостивно своим посещением облаженствовать дух наш согласно его божественному слову все стою при дверях и толку аще кто услышит глаз мой и отверзет в недуг нему и вечерею с ним откровение 320 тогда в душе нашей воссеивает свет божий и озаряет вся внутренняя наша так что видными делаются человеку все его душевные и движения и сокровенные тончайшие советы сердечные а это бывает человеком когда он живя во всем исполнении христовых заповедей займет все существо своей духовной природы непрестанным действом умно-сердечной иисусовой молитвы в которой именно и бывает соединение нашей души с богом и при искреннее с ним общение наподобие того как железо проникаясь огнем делается прозрачным огневидным неприкосновенным так и дух наш от соединения с божеством делается сам как бы божественным по слову святого апостола общником божественного естества находясь во свете лица божия ясно зрит не только все существо своей души но и всю тварь духовную и чувственную пишется в славянском добротолюбии объясняя своему ученику путь внутренней жизни соединяющий нас с богом ко всему этому можно еще и присоединить некие глубокие мысли о душе мужей мудрых ученых ввиду того что они показывая внутреннее состояние нашей души в ее различных положениях могут отчасти служить некоторым объяснением производстве духовной жизни в особенности же это служит великим пособием как мы и сами испытали к собранности всех сил души воедино необходимо нужное для водворения в своем сердце духовной молитвы к господу нашему иисусу христу основа человеческой личности есть сердце обыкновенный сон происходит от того что душа как бы свертывая свои личные формы жизни сознание и свободу заключается в глубоком и мрачном лоне своего существа и вместо разумно свободной жизни начинает жить природную жизнью сердце душа заключается сама в себе во глубине своего внутреннего мира в сердце находясь в лоне своего собственного существа она подчиняется внутреннему ходу своей жизни начинает жизнь сердечную раскрывая сокровенные силы существа своего. В существе души заключено все, что есть на поверхности ее в области свободно-сознательной. Поэтому сердцем, как внутренним существом, душа и мыслит, и чувствует, и желает только особенным образом. В душе нашей есть какая-то глубина, как бы лона жизни, откуда все исходит и куда снова все, что человек в течение жизни мыслит, чувствует и желает, возвращается, чтобы составить одно целостное, нравственную природу души, куда не проникает свет обыкновенного сознания. В душе нашей ничто не пропадает, а все слагается в одно целое, вечный характер души. Так что душа в своей глубине есть единая река жизни, слагаемая из различных потоков мыслей, чувств и желаний. В глубине своего существа душа наша соединена с самим Божественным Духом, всеобъемлющим и все проницающим, который влечет ее к себе своею Божественную красотою. Значит, когда душа не зайдет во внутреннюю глубину существа своего, то она через это вступит во внутренний союз с Богом. Кроме того, она состоит в связи с подобными себе существами мира духовного, ибо она есть гражданка Царства Духовного. Значит, по отрешению от тела, уединяющая ее от мира духовного, она, естественно, должна вступить в общение с духами.